Всем привет! Вы на канале Пизрук Палыч. И снова мы вам вещаем свои видики. Я не знаю, как выглядит ваш завтрак сегодня, но мой сегодня выглядит так. Смотрите, как работа блогерам есть. Два колобка по традиции. Решили пойти не на море, а добраться до моря ближе к вечеру, уже часа в три-четыре. По пути решили зайти в 7-11. Заряжаемся энергией. Иногда отливы в Паттайе выглядят вот так. Это у нас, кстати, холм Протамнак, 5-я улица. Можно сказать, больше Red Bull окрыляет. Посмотрим. В общем, что касается эксперимента с этими вот кемозными тайскими напитками, лучше не экспериментируйте. Два дебила же это сила. Я поняла, зачем Палыч заходил за Red Bull в 7. Говорит, ты подожди меня здесь. Через час выхожу, а в 7-11 не просто. Капец, как здорово. Пойдемте просто поглазеем в 7 и охладимся. Мы же мало потеем. Да, Палыч? Залазеем в штаны, руку и поюбейся после этой процедуры. Ты знаешь, искать бесполезно. Мгновениями кнопки таять. Сережа, мне только сокольта вообще не тает. Ты как Атлантида исчезла. Но я не забыл о тебе. Антарктида. У меня Антарктида, блин. Штана. Ну вот, можно, да? Мальчик Сережа, 48 годиков. Обращайтесь, с ним весело. Это мы еще трезвые. И будем такие. А представляете, что тогда может произойти, если мы нафигачимся? Это же вообще ужасно. Фух, идем в буки. Здесь, кстати, летом удобно передвигаться. Можно передвигаться короткими перебежками от 7-11 к 7-11. Прошли буквально там 30 метров, наверное, следующий 7. Можно опять зайти охладиться. В общем, Таиланд в этом плане уникальный. Если вы едете не в сезон, летом, в жаркий сезон, то можно передвигаться вот таким образом, охлаждаясь. От магазина к магазину. Их здесь великое множество. Можно зайти в отель в какой-нибудь, в холле тусануться. Там всегда работают кондиционеры. Тайцы вообще очень любят, чтобы у них было холодно везде. Мне иногда даже некомфортно, когда холодно. Но теперь я их прекрасно понимаю. Уже приближаемся. Вот смотровая перед нами практически. И бегут в этом районе. Ну и вот мы пришли к развилке. Если вот двигаться туда по перекрестку, это будет как раз смотровая, где мы идем всегда кофе. А если вот видите, есть указатель Викбуда, нам сюда надо идти. Передвигаемся мы. Что касается навигации. Если у вас стимка вставлена местная, то проблем с навигацией нет. Вообще любые карты, любое приложение с навигацией работает изумительно. Если как у нас нет, то скачивайте оффлайн карты, либо в AppSmi, либо Google, либо там Яндекс, чем пользуетесь. Главное не забудьте загрузить карты. И все, включаете свое местоположение на телефоне. И прекрасно по GPS работает навигация. Это касается не только Таиланда, а и любой, в принципе, страны, города. И вот опять в горочку, в горочку, снова в горочку. Таким образом доходите. Либо берете такси и едете. Общественный транспорт здесь не ходит. Либо экскурсии бывают еще сюда. Очень часто даже обзорную экскурсию ходят. Если вы покупаете турпакет, бывают, как у нас, включена смотровая. Обзорная экскурсия, вернее, по Паттайе. Можете на нее поехать, вас завезут везде. На все другие крупные смотровые посмотрите. Провезут по куче фабрик, ферм крокодиних. В принципе, можно тогда на экскурсии уже не ездить. Вы там все посмотрите. Все в одном называется. И все. Тем более, если бесплатно. Если не хотите тратить время, то можете сами распланировать свой день, как вам удобно. Попробить кука-колы. Да, всяких редбулов. И потом мокрыми переться куда-нибудь по горам. Вот здесь, кстати, как раз экскурсионные автобусы, которые привозят туристов. Наверное, там сейчас народу капец как много. Потому что все экскурсии же в основном с утра проводятся. Сейчас поднимемся, посмотрим. Вход туда, вот в таком виде, как у нас, запрещен. Должны быть покрыты плечи и колени. Плечи у нас покрыты. Колени там раньше бесплатно выдавали. Такие штучки, которые можно взять. Иногда это дают в аренду. Но мы взяли с собой турецкие полотенца, в которых обычно лежим. Если что, завяжем. Сейчас посмотрим, на месте сориентируемся. Смотрите, подходим к Габи-Кбудде на часах 11.34. И это не самое удобное время для посещения. Как раз экскурсии. Вижу, у индийцев. Да, очень много народу будет сейчас. Наверное, как летает. Но мы идем туда с одной целью, можно сказать. Мы решили себе повязать веревочки на запястье. На желание. Здесь, кстати, вот фотография. 152 вас фотографируют, пока вы будете гулять. И потом можете на память себе взять вот такой сувенирчик. И надо сейчас определиться, где взять одежду. Так, давай, Сереж, твои повяжем, потому что я почему-то не вижу. А, вот здесь вот одежда. Окей. Вот видите, накидку можно из храма использовать. Можем свою достать. А у меня тоже. Фотографировать нельзя, видите, ничего нельзя. Всем-всем. И мужчинам и женщинам. Ну, в общем, вот такая я. Красавица. Двигаемся. Тут же надо ступеньки считать. Я забыла совсем, сколько их тут. Раньше считала. Но, в общем, когда вы пойдете, обязательно посчитайте. Считайте, сколько ступенек туда и сколько обратно. Если все сходится, значит, у вас карма чистая. Если не сходится, значит, еще раз придется прийти ее почистить. Ну, у нас карма в Палочи наичистейшая. Я так думаю. Мне так хочется думать. Красивый, большой. Как раз экскурсионный автобус. Приехала. Много людей. Все фотографируются. Здесь, кстати, хоть и все бесплатно. Вход абсолютно бесплатный. Накидки эти тоже бесплатные. Сказали только леди. Мужчина можно и в коротких шортах. Вот здесь вы можете взять купюру, загадать желание. И, в общем-то, прикрепить на дерево. Много таких интересных. Так выглядит большой Будда. И здесь у каждого по дням недели свой Будда. Вот это, допустим, дракон. Суббота. Это мой Будда. Можно ему пожертвовать. Сделать пожертвование, загадать желание. Я, наверное, так, в принципе, и сделаю. И вот по дням недели как раз у каждого свой Будда. По Палочи понедельник это тигр. Суббота это дракон. А я, к сожалению, не знаю. Как раз тренедельник. Вот так это все выглядит. Такое место для Буддистов, наверное, очень значимое. Здесь хаттей. Если вы попадете вот отсюда монеткой ему в животик, то будете очень богаты. Ну, а если не попадете, то все равно будете богаты. Можете закинуть с близкого расстояния. Мы уже закидывали. Разбогатили, капец. Нет, ну просто нам действительно на путешествия хватает, а больше нам ничего не надо. И вот здесь вот, скажем так, след Будды. Вот. Здесь надо постараться поставить монетку на ребро. Видите? И желание тоже соблюдится. То есть кинуть так, чтобы она встала на ребро. Удается не всем, кстати. И отсюда же прекрасный вид на Протомнак. Вот он, отель Паттайя Парк. Джим Кен. Красивенько. Привет. Что-то там не вяжут веревочки. Не вяжут веревочки сегодня. Никого нет. Надо спросить у кого-то как-то. Да, мы сейчас пойдем, посмотрим просто. Вот, в общем, вот такое место. Атмосферное. Да, здесь не то, что прийти. Мы сейчас спокойненько посидим. Релаксируем. Почистим свою карму. Вы тоже приходите здесь. Можно сделать фотографии. Все, что угодно. Все абсолютно бесплатно. Можете просто прогуляться. Никаких там донат. Ничего не оставлять. Не обязательно. Ну, там там написано. Донейшн. Донейшн. Там тоже донейшн. Донейшн это пожертвование просто переводится. Но мы от донейшнов никогда не отказываемся. Поэтому все, мы немножечко отдохнуть. Увидимся с вами буквально через секунду. В общем, я вас где-то тут обманула. Сказала, что надо кидать монетки вот сюда, вслед Будды. А их надо просто поставить. Постараться поставить. Они, оказывается, просто так на ребро не встают. Сейчас Палочка пытается это сделать. Я поснимаю сразу с двух камер. Вот видите, сразу ему телевизор. И сюда, да, надо разуваться. Я вот, к сожалению, не знала этого. Поэтому Абутая прошла. Ну, сейчас. Мне не видно тебя. Я же туда не могу зайти. Я Абутая. А, не пришла. Ну, мне не видно, Сережа. Ты какое-то место выбрал, как раз, где я не могу снять. Сереж, иди сюда. А там нет. Ну, ты так поставь. Иди смотри. Надеюсь, что вам видно, потому что мне ничего не видно. Ну, поставил? Да. Где? Возьмите. А, да? Ну, тогда вы видели, значит. Все, ты желание-то загадал? Нет. Нет. Нет, ты просто поставь. Ну, ты лайки. Стоит на любве. Ваше желание тоже сбудется? Ты будешь? Нет, не буду. Так что имейте в виду, придете на Большого Будду. Обязательно так сделайте. И... Также здесь можно... Такие фоточки красивые получить. Ну, а мы ждем своего монаха, который ушел на обед, чтобы повязать веревочку, сказали 20 минут. Но, как вы понимаете, 20 минут в Таиланде может равняться 20 часам. Поэтому сейчас спустимся. Если не будет, ну, значит, не судьба получается. С предыдущей веревочкой я ходила, наверное, лет 5. В общем, Палыч решил загадать желание здесь и оставить. Вот видите, год тигра, это его год. Оставить на денежном дереве. Можно не одну купюру, можно много желаний загадывать, много купюр вставлять таким образом. И желание обязательно сбудется. Если вы в год тигра родились, то тоже загадывайте желание, оно у вас тоже сбудется. Все по годам тут расписано. В общем, все удобно. Идем осмотреть, пришел ли на наш монах. Дождались своих... Вы видите нового Сергея. И надежды. И новую надежку. Все, переродились. В общем, теперь... Обнулились, обнулились. И со свежими силами, с новым настроением. Но мы по-прежнему с вами и по-прежнему любим вас. Идем на смотровую площадку. Холм Протамнак. Все там же этот, где Биг Будда. Та смотровая, где мы обычно пьем кофе. Нам сейчас надо аккуратно перейти дорогу. Аккуратно, потому что здесь нет пешеходных переходов. Хотя, в принципе, если бы они были, это было бы бесполезно. Потихонечку надо как-то... Сережа стоит. А, блин, ты мигаешь руку, ты не останова. Ты тебя не видишь, он мигает. Так с той стороны. Нас же тут никто не пропустит с этой стороны. Вон, эти вообще несутся все. Здесь мигают. Таньки. Пропустили. В общем, здесь так довольно тяжело переходить дорогу. Надюха, это сильно оказывается. Здесь вот площадка для занятий тайским боксом. Вон, кстати, можно тоже коктейльчики какие-нибудь купить. Здесь тайцы по вечерам занимаются. По утрам, может, тоже не знаю. Мы здесь утром не были. Но по вечерам здесь прям открытый зал. Все, а нам опять в гору, опять потеть. Опять перейти кучу дорог. С аотичным движением. Идем. Юбку забрали. Удивительно, но тайцы начали пропускать на дорогах. Раньше вообще такого за ними не наблюдала особо. Но, наверное, это потому, что мы просто под колеса уже тупо лезем. И нас объехать невозможно. С криками «What?» «What?» Чуть-чуть осталось. И будет смотровая на Паттайю теперь уже. На Протамнак мы посмотрели. Теперь смотрим на Паттайю. Пьем кофе. И отчаливаем свой район. У нас встреча с гидом. Три часа. Опять мы опаздывать будем, как обычно. Побежим назад, бегом уже. И расскажу, стоит ли ходить на встречу с гидом. Разница в стоимости экскурсий. Потому что сейчас пишут, что на улице берешь, что у библиоглобуса, что у туроператоров. Только подожди, не делай выводы, потому что ты пока не знал еще. Да. Посмотрим. И вам обязательно расскажем. Фу, по жаре, конечно, шарохаться тяжело в тропиках. Вот мы и добрались до смотровой площадки на Протамнаке. Вот она кафешечка. Отсюда ее видно. Сейчас сядем там, попьем кофе. Советуем прямо обязательно посидеть. Там в Киньке все хорошо. Здесь смотровая абсолютно бесплатная. Так вот здесь красиво. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова